Вадим, где мы находимся? Признавайтесь. Мы находимся в... Перед поездкой в Израиль я связалась со знакомыми израильтянами с просьбой дать нам парочку советов. И среди многочисленных ответов пришло сообщение от Вадима с предложением встретиться, показать нам Яфа и не только. Что ж, лучше и не придумаешь. Ведь узнать страну, почувствовать местную культуру можно только оказавшись в историческом месте и душевно поговорив с местными жителями. Летя самолетом Мель-Аля и глядя в окно, где плывут под крылом облака, за пару часов осознать успеваешь едва ли, как эта дорога на деле была нелегка. Ее пролагали терпение, труд и отвага, мечты вековые избавить народ от беды, туда, где сияют цветами еврейского флага свет белого камня и синей прозрачной воды. Я живу в Израиле больше, чем я жил в России. Я живу в Израиле больше 30 лет, в России я прожил до 24 лет. Всего мне 55. Я думаю на том языке, на котором говорю. То есть сейчас я говорю с вами по-русски, я думаю по-русски. Вчера я разговаривал с сыновьями на иврите, я, естественно, говорю на иврите, я думаю на иврите. Меня все спрашивают на самом деле, но как бы мне кажется, что это совершенно противоестественно переводить. То есть думать, а потом переводить. Итак, Яфа. Кстати, это в привычном нам звучании. На самом деле на иврите Яфы. Древний портовый город центральной части Израильского побережья. Существует несколько объяснений названия города Яфа. Одно из них ссылается на имя сына Ноя, Яфет. По преданию, Ноя построил здесь свой ковчег. А уже позже его сын Яфет возвел здесь город. В честь него якобы и назвали город Яфа. Но есть и другая версия. Яфе, Яфо, красота. Как и в любом другом городе, в Яфе есть несколько излюбленных мест для встреч. И одну из них – часовая башня, расположенная на главной площади. Именно отсюда и начнется наша прогулка. Давайте перенесемся примерно на 114 лет назад, в 1906 год. Здесь по-прежнему Османская империя, которой правит султан Абдул-Хамид II. К 30-й годовщине собственного управления строят несколько таких башен в Палестине, в Святой Земле, куда прибывают паломники из разных стран мира, чтобы показать, что Османская империя – это не какие-то восточные сатрапы, какие-то дикари. Они такие же, как и европейцы, просвещенная культурная нация, и у них есть общественные часы. С каждой стороны этой башни в свое время циферблат был на другом, ином языке. Я не оговорился. Арабы, мы вам рады, евреи, сколько угодно. И вот эти общечеловеческие цифры, то, что мы называем общечеловеческие цифры, все флаги в гости к нам. Мы с распростертыми объятиями примем любого, кто захочет с нами иметь отношение. Представляете, это только короткий рассказ об одной башне. На самом деле здесь, на этой площади, столько всего интересного. Еще бы, ведь мы в одном из самых древних городов. Археологические раскопки подтверждают существование портового города еще до новой эры. Значит, на самом деле, вы наверняка знаете историю Троянского коня. Это за несколько сот лет до Троянского коня, вот эти ворота. Мы понимаем, что это все новодел. Это самое низкое место раньше, в древности. Ворота крепостей были в самом низком месте, чтобы было удобнее защищать. Город был такой, знаете, древняя Брестская крепость. Невозможно взять. И тогда войска фараона пошли на военную хитрость. Она говорит, вот видишь, батюшка фараон дары прислал. Ну, заноси. А там сидели солдаты в этих бочках. И они взяли город изнутри. Гулять в наши дни по Япа – одно удовольствие. С одной стороны, глубокая древность. С другой – вкрапление современного взгляда на историю и искусство. Это одна из тех вещей, на мой взгляд, ради которой, только ради нее, стоит приехать в Израиль. Я, на самом деле, уже делал здесь видео. Я об этом рассказывал. У меня есть это на моем канале. Зачем такая сложная скульптура? О чем она нам повествует? Вера, выходящая в мечту и мечта, подкрепленная верой, не имеют границ к осуществлению даже самых замечательных и трудных устремлений. Теперь смотрите, вот эта вода, ну, как бы тоже символ жизни. Верно. Вот. А теперь смотрите, что я понимаю в этом, и особенно то, что сейчас происходит на Востоке Европы, это доказательство тому, что я прав. Вот я не самый главный геркулес в этой стране. Я сильный парень, но я не главный геркулес. Смотрите, я прикладываю достаточно небольшое усилие, и система выходит из равновесия. А если приложить большее, она может выйти из равновесия и никогда не вернуться в это равновесие. Поэтому, когда ты применяешь силу, физическую или лапидарную, ты должен оценивать, каким образом ты это сделаешь. Может быть, не стоит этого делать, потому что, на самом деле, слово может ранить сильнее клинка, а система может не вернуться в равновесие. В принципе, на то это и современное искусство. Каждый видит свое. Может быть, это напоминает о времени, когда Яфа утопала в зелени и ароматах апельсиновых рощ, а может быть, это образ еврейского народа, вырванного из своей земли и рассеянного по всему миру, но продолжающего бороться за свою жизнь и приносить плоды. И, конечно же, здесь, в старом городе, можно часами гулять по узким улочкам, заглядывать в галереи, салоны, музеи. Потому что там есть еще кофешоп, который почти обязателен для посещения, скажем так. Я его очень люблю, я там иногда покупаю кофе. Все. Таким, можем просто попить кофе. С удовольствием. Потому что там такая очень интересная атмосфера. Все, идем. Мы с вами в очень любопытном месте. В кафе, названном в честь бабушки-владельца, хозяевам определенно удалось создать очень аутентичное кафе. Это картинка Яфа больше ста лет назад. Более ста лет назад, когда в порту Яфа кипела жизнь, торговля из одного домика веяло особым ароматом кофе. А все из-за чего? Хозяин обжаривал и смешивал кофейные зерна. Рядом сидела милая дочь, которая наблюдала за процессом. Я сейчас, наверное, на какой-то из этих фотографий есть. И вот этот прадед, прапрадед их весь. То есть, я не знаю, кто вот этого хозяина. А вот, посмотрите, еще фотография. Как бы, ну, есть автомобили, видите? Есть и автомобили, и есть повозки. Но Яфа, это 20-й век, это уже большой город. Посмотрите, какая станция такси. Ну, то есть, повозки, это явно такси. А те, может быть, стоянка частных машин. Проходившие мимо торговцы охотно заходили в дом попить кофе. И, конечно же, были очарованы улыбкой дочери хозяина. В результате, место так и назвали – Басма. Что на арабском означает улыбка. Согласитесь, и история, и оформление кафе в стиле старого Яфа подогревает интерес к этому месту. Может быть, из-за этого и сам кофе кажется особенно вкусным. Вообще, в Яфа можно услышать очень много историй и легенд. Миф древней Греции, действие которого происходит в Иопии. Древнее греческое название Яфа – это Иопия. В этой самой Иопии есть царь, у которого есть очень красивая жена. Эту жену зовут Кассиопея. И она ходит и везде хвалится, что она самая красивая в мире. Это услышали морские нимфы, пожаловали своему отцу Посейдону. Он вызвал царя и сказал, что я разрушу твой город, или ты прикуешь к этим скалам свою дочь Андромеду и отдашь ее на съедение морскому чудищу. Ну, делать нечего. Дочку приковал вот к этим скалам. И уже оттуда плывет морское чудище, которое собирается сожрать эту самую Андромеду. В этот момент по небу летел Пегас, на нем сидел Персей. У него была медуза Гаргона, вот эта голова медузы Гаргона, которую кому покажешь, тот становится камнем. И все это вот здесь происходит. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, чудище утопает. И в этом городе произошла самая-самая-самая известная совадьба в истории человечества. Сюда прилетел Гиминей, бог брака, Амур, бог любви. И в знак признательности, вероятно, олимпийские боги, каждому из действующих лиц даровали по созвездию на небе. В принципе, любой человек в той или иной стране мира, когда хорошая погода на звездном небе, может видеть часть этих созвездий, а мы, израильтяне, можем, когда захотим, приходить на то самое место, где, разумеется, конечно, все это в самом деле произошло. Красиво. Ну вот, спасибо за внимание. Так, мы вернемся сюда еще вечером, но пока Вадим вместе с женой Натальей подготовили для нас что-то потрясающее, а точнее сказать, уникальное. Сейчас, куда мы едем? Что нам можно делать? Вам ничего не надо? Вы... Вот если бы я вам не сказал, что это какие-то другие, какой-то другой вид территории, вы бы не знали, и так бы и ехали. Для нас, не жители Израиля, разделение территорий на А, Б и С зоны звучит не то, чтобы пугающе, но явно как-то напрягает, согласитесь. А если еще и плохо ориентируешься в стране и пытаешься понять, куда все же ты едешь, ммм... Итак, поехали. Вот что можно прочитать. Зона А находится под полным контролем палестинцев. Палестинская автономия полностью контролирует всю гражданскую администрацию, и ее полиция отвечает за безопасность. Зона Б – арабские города и деревни. Палестинская автономия имеет полную гражданскую власть, но разделяет ответственность за безопасность с Израилем. Здесь действуют совместные патрули Израиля и палестинская автономия. Зона С – полный израильский военный и гражданский контроль. Включает населенные пункты, все основные дороги между еврейскими общинами, а также дороги между арабскими городами в зонах А и Б. Ну что, страшно? Вадим, где мы находимся? Признавайтесь. Мы находимся в деревеньке в моей, которая называется Корней Шамрон – отроги Самарии. Корней Шамрон – израильское поселение, расположенное примерно в 85 километрах от Иерусалима и в 50 километрах от Тель-Авива. Так что нам потребовалось около часа, чтобы доехать от Яфы. Это поселение находится в зоне С, но никакого контроля патруля мы не заметили. А вот чем явно отличается это место – великолепной панорамой и ощущением свободы. Посмотрите, какая красота, это путешествие буквально перенесло нас в другой мир. Согласитесь, действительно уникальный случай – побывать в поселении, увидеть, как здесь живут люди, что они видят из своих окон, чуточку прикоснуться к другой культуре, узнать о традициях и ощутить абсолютно новый вкус блюд, напитков, которыми принято угощать именно здесь. На шаббат делают кедуш, то есть освящение вина и хлеба. Это для освящения вина. А вот это субботние подсвечники, которые как бы… Это подарок моих родителей, когда еще отец был жив. Вот такое вот то, что должно передаваться по наследству от матери к дочери, потому что женщины зажигали. Вот это так называемое ханукея, то есть на хануку зажигают. А это еще одни помутим, помутим, это субботние подсвечники. Очень красиво. Наталья и Вадим, огромное спасибо за очень душевный прием. Эта поездка определенно запомнится нам надолго. А мы возвращаемся в ночной Яфа. Ох, вечерняя прогулка по Яфа, это, пожалуй, одно из самых лучших бесплатных развлечений в Израиле. Здесь все буквально преображается. Узнали? Это та самая часовая башня. А это все те же узкие улочки, только теперь они более загадочные и с еще более выраженным восточным колоритом и ароматом. Можно ли заблудиться, гуляя по этим улочкам? Не думаю. Но вот одна бы я точно не решила здесь погулять. Кстати, мы попытались найти то самое кафе, в котором утром пили кофе, но словно его здесь вообще не было. Дело в том, что оно работает только до пяти вечера. Зато нам посчастливилось увидеть и ощутить вечерний Яфа и поужинать в новом для нас месте в старом порту. Если вам понравилось и вы хотите в дальнейшем видеть наши новые видео, подписывайтесь на канал, чтобы не искать нас на просторах всего Ютьюба, а просто заглянуть в раздел подписки. Ах да, и не забудьте поставить лайк перед тем, как перейти к новому видео. Это красивый место. Первое, что вы видите, на конкурсе, вы видите? Для моего спокойствия, просто не идите вот так.